Всем доброго дня и вы на канале Будни Мелко 70. Я собрала козье и коровье молоко остатки и хочу сварить сыр. Половину я сварю просто корово-коза сыр, а вторую половину я пущу в красное сухое вино. Это очень вкусный сыр. Когда в вине вымачивается, у меня забрали последнюю головку и к Новому году я хочу выдержать такой сыр. И потом буду собирать наборчики. Вот такой сыр по типу семенядяйки у меня сегодня получился. Сейчас я вынесу на веранду, он остынет и потом опущу его в рассол. А я хочу сделать рулетики из баклажанов. Вот они у меня тут обжариваются на сковороде. Тут у меня варится творог. А еще я сегодня буду обжаривать рыбку. Здесь у меня филе судака. И еще какая-то мудреная Оля купила, не знаю название. Хорошо, когда доится только две коровки. Есть время что-то приготовить, что-то помудрить. В этот период, когда нету переработки молока. Молоко мы сфорировали вчера. У меня заказы на масло. Поэтому сметану я тоже пока продавать не буду. Мне нужно набрать масло. Вся плита в жиру. Так бывает всегда, когда жаришь. Некоторые подписчики, наверное, думают, что дети к нам ходят только покушать. Нет, на самом деле это не так. Сейчас у меня есть очень много свободного времени. Поэтому я могу готовить. Когда у меня не будет время готовить, нас будут кормить наши дети. Оля два дня тому назад приносила нам котлетки с рисом. Готовила она. А я не помню, чем-то я была занята. Наверное, я делала икру баклажанную. Поэтому я ничего не приготовила. Но приготовила Оля. Сейчас она работает, учится всю неделю. Павел тоже. Поэтому готовить им особо некогда. Ну а так как я сейчас дома, я все равно готовлю. Когда у меня на душе полный штиль. Я очень люблю готовить. Не люблю готовить, когда я расстроена или еще что-то. Вот в эти моменты я не готовлю. В эти моменты мы тогда сидим на сухой кайке. Ну вот, бывают такие дни в жизни, когда готовить совсем не хочется. Ну, сейчас пока у меня есть настроение, я буду готовить. Маклажанчики перемят. Сейчас я убавлю плиту маленько. Понесу сыр на веранду. Пусть охлаждается. Вот столько судака я нажарила. Это еще какая-то рыбка, не помню, как она называется. Надо почитать на упаковке. А это бутербродики из баклажан. Вот такой вкусненький ужин у нас сегодня будет. Всем приятного аппетита. Присоединяйтесь к нам. Вот такого козла Брабуса мы приобрели. Да, Брабус? Какой он весь пятнистый. Я пожертвовала своей челюстью. И стратила эти деньги на покупку этого козла. Ну, что делать? Хотелось мне много пятнышек. Вот, получим много пятнышек. Он очень рослый. Ему 7 месяцев. Но он прям красивый. Вот как любит он с папой обниматься у нас. Он 50% шами. Этот козлик. Что же стеснялся? Брабус. Брабус. Вот он Брабус наш. Красавчик. У нас следующий день. Погода мерзко-пакостная. Моросит дождь. Сиделка наша обнаглела совсем. Уже второй день ее нет на работе. Работает, когда захочет. Я иду к маме. А Сергей будет сепарировать молоко. Вчера мне прислали видео с Крыма. Обзор сала и наших сыров. Сегодня вставлю в наше видео. Вот такая грязь на дорогах. Осень. Самое мое нелюбимое время года. Когда моросит дождь, слякать, сыр. Такие лужи везде уже у нас. Вот такие шикарные подарки пришли нам из Сибири. Вкуснейшее сало. Теперь нам полезный и вкусный завтрак просто обеспечен. Спасибо нашей тетечке. А еще она делает вкуснейшие сыры. Теперь бутерброды с натуральным маслом и натуральным сыром будут у нас каждое утро. Люся, спасибо!